Игра прошлогоднего триумфатора чемпионата и андердога из Сибири стала настоящим украшением второго тура Суперлиги-1, вопреки прогнозам экспертов. Скромный Иркут сумел навязать свою игру чемпионом из Самары и лидировал после большого перерыва. Гости грамотно оборонялись и клали в корзину сложные мячи из-за дуги. А вот у снайперов с берегов Волги дела в атаке не ладились, но после серьезного разговора в раздевалке с Игорем Грачевым за дело взялись новички – Александр Гаврилов и Стефан Хиггс. В третьей четверти преимущество Иркута начало таять на глазах, а в заключительном отрезке встречи самарцы ушли в отрыв. Максим Шеликета заработал 2 плюс 1, Владимир Печкуров был точен на дальней дистанции, а любимец публики Артем Сбутянковск уверенно реализовал штрафные броски. Сибиряки пытались вернуться в игру, но чемпионов остановить в этот вечер уже не смогли. В итоге Самара добывает первую победу на домашнем паркете со счетом 94-83. Самыми результативными в составе хозяев площадки стали Александр Гаврилов – 15 очков и 8 передач, и Стефан Хиггс – 14 очков. Американец, который прошлый сезон провел в экзотическом чемпионате Тайваня, уже адаптировался и готов покорять новые вершины с партнерами из Самары. Он поделился своими впечатлениями после первой домашней игры. Основной сложностью было приспособиться к игре, к стилю команды. Я уже 7 лет в профессионалах, я знаю, как это работает, но как только пропотел хорошенько, сразу включился и все получилось. Защитник Иркута Кирилл Коновалов рассказал, почему его команда не смогла довести игру до победы. К сожалению, просели мы в четвертой четверти, не хватило сил, где-то получили лишних фолов. В начале четвертой четверти мы получили лишние фолы, и за 7 минут до конца четверти у нас уже было 4 командных фола. Наставник Сибиряков отметил, что сражаться с чемпионом на равных было очень сложно. Чтобы обыгрывать Самару, нужно все 40 минут быть полностью сконцентрированными, быть в фокусе, выполнять план на игру и биться на 100%. Тренер Волжен рассказал, как его подопечные смогли перевернуть ход поединка и вырвать итоговую победу. Нам уже больше ничего не оставалось делать, как взвинтить темп, более жестко сыграть в защите и более сконцентрированно сыграть на победе. После двух проведенных туров в Суперлиге 1 Самара имеет в своем активе 4 очка и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Игоря Грачева проведут на домашнем паркете против Динамо из Владивостока. Матч пройдет 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.